здравствуйте уважаемые друзья утро за бортом 14 градусов сегодня будет 16 градусов прогноза может быть даже теплее и весь день будет вот такой вот прекрасный солнечный день с голубым голубым небом и теплым ярким солнцем и вчера к сожалению или к счастью не знаю на обратном пути я слушал дебаты про который сейчас буду говорить и видео соответственно писать не стал но сейчас собственно делаю некое такое резюме свое личное впечатление по тем выборам которого по тем дебатам которые вчера были а как вы знаете еще раз напоминаю 21 октября у нас проходят федеральные выборы сейчас избирательная гонка находится в самом-самом разгаре все стараются заработать большое количество очков в глазах тех избирателей которые еще до сих пор не определились а большинство канадцев до сих пор не определилась и собственно я хочу поделиться впечатлениями по двум вещам да вещь первая тема 1 это то как я сам услышал эти выборы и тема 2 это то как эти самые дебаты представили средства массовой информации здесь в канаде собственно начнем с первого да как я услышала выбора дебаты точнее значит дебаты были какие-то не рыба не мясо на мой взгляд да то есть я слышал и поярче дебаты как обычно джастин трюдо собственно как обычно в плане того что именно люди которые являются премьер-министрами они являются главными предметами главными объектами нападок собственно здесь ничего не поменялось большинство опросов было адресовано так или иначе джастин трюдо или же политики правящего кабинета джастин трюдо был абсолютно не убедителен он был скучен он говорил какие-то заученные фразы то есть его реально было очень очень скучно слышать я считаю для человека который ну четыре года отсидел на своем месте который постоянно выступал у которого довольно таки живой яркий кабинет и помощники которые в принципе довольно таки бушковитые они могли бы собственно чем с ним сделать в плане подготовки в плане работы над его речью в плане работы над материалом который преподносит во время дебатов ну то есть я считаю трюдо был очень очень плохо подготовлен он оперировал какими-то данными фактами там и так далее то есть ему естественно какие-то цифры принесли к этим самым дебатам но но с точки зрения того как он все преподносил с точки зрения того насколько он был убедительным в оперировании этими самыми фактами датами и цифрами он был плохо убедитель мало убедитель значит по тому как человек себя держал что он говорил и как он и как он делал я бы сказал что выборы прошли под знаком эндрюшира он был спокоен уверен настойчив последователен и он реально мочил трюдо со страшной силой я не могу сказать что у него какие-то были супер сильные аргументы да и тоже знаете как бы я считаю что шир мог бы лучше подготовиться но с уверения того как он себя держал насколько он был убедителен когда он говорил ту или иную информацию шир реально очень сильно отличался от джази он трудо очень хорошо держался глава неодемократической партии тинг который разыгрывал карту своего скажем нестандартного внешнего вида и когда допустим он вступал в полемику память полемику с максимом берне он говорил такую линию до обозначал такую линию что вот типа из-за того что я очень сильно отличался от того как собственно выглядит белый канадец который здесь родился у меня были типа с проблему с работой с восприятием меня в обществе там и так далее то есть это эта карта того что он страдалец того что у него были проблемы из-за того что он индус там точность их они там на белый канадец это эта тема постоянно разыгрывалась значит в школе начали говорить по поводу разыгрывания да то андрей шер когда он говорил напомню что это лидер консервативной партии когда он делал выпады в сторону трюдо то самое скандальное было это то что он назвал липовым лидером он сказал что такие люди как причем представляете да что не говори трюдо является главой государства мы говорим про общенациональные дебаты и шир прямо в лицо говорит ты 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 подделка ты 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 липовый как бы лидер такие люди не должны не заслуживают быть головой канады я смотрел на лицо женщин придут момент он знаете такое ничего не выражающий скуку то есть андрей шер ему сказал по поводу того что типа у тебя два привода которые на головку тянут пока ты был премьер-министром у тебя за плечами коррупционные скандалы в этот момент трюдо делает такую хмылочку и продолжает внимательно слушать дальше то что говорит ему шер но я просто без комментарий в данном случае значит я с большим интересом еще ожидал как будет выступать макс берни макс берни напоминает лидер народной партии канада который откололся от либеральной партии да он баллотировался на подглавы липка сиропой пардон консервативной партии макс берни борьб боролся на за за пост лидер консервативной партии он проиграл гонку эндрю ширу и соответственно поскольку ценности и взгляды взгляды макси берния очень сильно расходятся с официальной линии консервативной партии он ее покинул и основал свою партию и вот были большие споры допускать или не допускать макса берния до голоса до выда дебатов конце концов ему этот эту возможность далее хотя тоже самое синг говорил о том что мы не должны пускать таких людей как берния дебатам потому что таким образом мы даем площадку человека который является не чатом который соединяет многонациональный народ канада а наоборот разъединяет вот я с неподдельным так сказать интересом ожидал что же скажет макс берния на дебатах во первых мне понравилось то что постоянно и ну я понимаю как бы да ему дали возможность может быть уникальным может может быть такой возможно не больше не будет никогда в жизни ему дали уникальную возможность выступить перед всем канадским народом для того чтобы рассказать о своей позиции поэтому он наверно пытался особенно в самом начале дебатов быть очень активным он перебивал своих оппонентов даже там была шутка со стороны главы блоки бекуа что типа интересно сколько ты дашь мне времени как бы сказать не перебивая при этом меня в конце концов макс берни перебил через 10 секунд и лидер блоки бековского 10 секунд ты мне дал 10 секунд поговорить все поржали вот и и он был как бы с точки зрения того как он доносил свою информацию он был тоже не особенно убедителен он пытался оправдаться когда на макса берни кто-то с чем-то наезжал с каким-то тезисами да потому что самое главное там главный упрек который был обращен в сторону макса берни это то что он типа нацист человек который пытается разделить канадское общество которое пытается закрыть дорогу для всех цветных макс берни пробил говорил вы на меня повесили ярлык я не говорю о том что я пытаюсь ограничить пара пара самому профилю иммиграцию я говорю о том что страна хочет уменьшить приток иммигрантов для того чтобы они лучше усилить как бы интегрировать и страна населения канада недовольна тем что тема иммиграция вообще в принципе является табу для политиков он говорит что никто из вас не хочет эту тему обсуждать никто из вас не считает что проблема с нелегальной иммиграцией является очень важная она не то чтобы критическая как бы ситуация она очень важная и вы постоянно затыкаете мне рот говоря о том что я поднимаю такой вопрос который является вопросом разделяющим нацию то есть вопреки абсолютно всем демократическим принципам то есть он говорит здравые вещи но только кто как он это говорит и я имею ввиду манера речи да это что он пытается донести эту точку зрения через перебивание своих собеседников это очень не делает ему скажем честь поэтому я считаю что макс берни несмотря на то что он как я уже сказал говорит вполне здравые мысли разумные а он был абсолютно не убедительный и я думаю что те люди которые скажем колебались поддерживать не поддерживать его они в конце концов наверное не поддержит значит теперь что касается того как освещалась вся эта история значит когда говорились когда когда мы говорим просто мы про сами дебаты да ведущих проведущих было видно что они больше или меньше поддерживают тех или иных кандидатов на самом деле преференции прогибы были в основном в отношении не демократов в отношении консерваторов и больше всего в отношении либералов большим интересом я посмотрел как освещают выборы дебаты точнее на сетеве и на радио канада на радио канада значит показывает что все безумно довольны господином трюдо и что типа вот скандалы коррупционные которые были они поколебали поколебали мою уверенность но теперь после дебатов о-хо-хо-хо я точно буду голосовать за джастину трюдо потому что он собственно вернул мне в уверенность в том что это тот самый лидер который нам нужен значит ctv говорит о другом значит ctv говорит о том что значит выборы дебаты точнее избирательные они были очень интересные люди с большим интересом слушали но при этом многие люди которые слушали они не получили ответы на те вопросы которые они хотели получить то есть темы которые там поднимались тема допустим по налогам насколько правильно неправильно налоговая политика тема того насколько важна тема индейского населения здесь автохтонного населения эти темы они развивались не очень активно и не очень полно кроме того что отметил там один из зрителей он сказал что у допустим эндре шира у него отлично получалось делать нападки на джастину трюдо но он сам совершенно ничего нового не предложил то есть исходя из логики если ты критикуешься что-нибудь предлагай у шира типа все хорошо с точки зрения выступления все хорошо с точки зрения формирования политики по по атаке премьер-министра но к сожалению он ничего не предложил взамен у него нет никакого плана и это очень сильно напрягает потому что не хочется голосовать человека у которого в кармане нет никакого плана наверное эта проблема шира потому что на самом деле если смотреть официальную информацию на сайте консервативной партии там есть вполне вменяемая разумная политика программа который говорит о том какая политика будет проводить с консерваторами случае если они будут выбраны в общем вот такой резюме по выборам а по дебатам конечно на выборы а в четверг еще будут дебаты с на французском языке тоже в готино но насколько я знаю в этот раз это будет без макса берни где правильно понял если что-то будет интересное в четверг естественно я расскажу по этому поводу что я думаю что я услышал с ним откланиваюсь отличного дня и отличного настроения пока